Русская народная сказка. Как старик домовничал. Один старик все ругал свою жену. Вот, говорит, я пошел, у меня работа тяжелая, а ты дома сидишь, ничего не делаешь. Она говорит. Ну что же, давай поменяемся. Я по ходьбу поеду, а ты дома оставайся. Тут дела немногие. Ты отдохнешь. Так и сделали. Она в поле поехала, а старик дома оставила. А дело дала ему совсем мало. Хлеб из печь, масло сбить, да клушку с цыплятами по карауле. Вот и все, всего три дела. Остался старик дома. Хочется ему поскорее все дела переделать. Вот он всех цыплят на одну ниточку к клушке привязал, чтобы кошель не утащил. Хлебы замесил в печку и стопил. Посажал в печку хлебы, а сам сел масло взбивать. Бьет он масло. Услыхал, клушка кричит. Он выбежал, видит, понес кошель, всех цыплят вместе с клушкой. Они все за одной ниточки привязаны. Ну, кошель всех и потащил. Старик думает, он далеко не улетит, ему тяжело. Где-нибудь сядет. И вот пахталку на спину привязал и побежал за кошельным. Думал так, пока я бегаю, масло то и сбьется. Два дела сделаю и кошельно догоню, и масло собью. Бегал старик за коршуном, бегал, споткнулся, да упал. Пахталка разбилась, сметана по земле потекла. И цыплят отнять, и сметану пролил. Вот тебе и два дела. Ну, что же делать? Надо идти домой. Пришел старик домой. Надо хлебы вынимать. Заглянул в печку, а хлебы то в уголь сгорели. Нахозяинчил старик. Цыплят у него коршун утащил. Сметану пролил, хлебы сгорели. Плохое дело. Жена пройдет, что и сказать. И надумал старик. Хоть цыплят до нее высижу. Поменьше ругаться будет. Положил он яйца в кушелку. Залез под печку и сел цыплят высиживать. Вот приехала старикова жена. С поля стала лошадь выпрягать. Сама думаешь, что же старик плохо встречает? Хоть бы лошадь выпряг. Прибрала она лошадь. Идет в избу. Старика нет, а под печкой кружка была хоть. Она подглядела, а там не кружка, а старик. Она его вытащила, а стала спрашивать. Давай, сказывай, что ты дома делал. Стал старик рассказывать. И тут уж старикова жена увидела, что у ее старика ничего с домашними делами не получается. И все у них пошло, как и прежде. Старик пашет, а старуха дома со всеми делами управляются. Только с тех пор перестал старик жену за безделье ругать. Продолжение следует...